Здравствуйте! 1 сентября миллионы детей сядут за парты, распрощаются с летней свободой и должны будут настроиться на 9 месяцев классно-урочной модели обучения. Для кого-то это тяжелый тягостный труд, а для кого-то счастливая радость познания. В чем тут дело? В способностях, в характере, в суперпедагоге или наоборот в некомпетентности учителя, или же в несовершенстве школьной системы? Почему одни учатся с желанием, а другие идут в школу как на каторгу? Как учиться без стресса, будь ты в начальных или выпускных классах? Поговорим с педагогом-психологом Архангельской 95-й школы, победителем областного конкурса «Учитель года» в своей номинации Ольгой Тильман. Оля, здравствуйте! Вы очень давно работаете с детьми, вы педагог-практик, психолог-практик. Вот скажите, почему происходит такой надлом? В первый класс как на праздник, а через год весь энтузиазм куда-то проходит? Здесь, конечно, многое зависит от того, что дети самые несощущенные существа в нашем мире. Поэтому, безусловно, здесь большая роль относится к родителям. Насколько ребенок готов к школе, насколько родитель следит, где-то контролирует, поддерживает своего ребенка в процессе школьного обучения. Потому что это очень важно. Ведь ребенок, приходя в школу, сталкивается с новой ситуацией. А того, как сложится его школьная жизнь, зависит от той поддержки, которую он получает, прежде всего, от родителей. В школе надо готовиться. Конечно, надо обязательно готовиться. И если вот взять данные исследования нашего центра «Лета», которые были проведены в этом году, то готовность детей к школе в этом году достаточно высокая. Если три года назад готовность детей была на 60%, то сейчас уже 98%. И из этого можно сделать вывод, что те первоклассники, которые в этом году падают в школу, наверное, могут быть более успешными, потому что они лучше готовы к школе. Родители готовят первоклассников? Да, они задумываются над этим? Конечно, конечно. Родители задумываются. Во-первых, это можно осуществить в детском саду, потому что в подготовительной группе к школе обязательно идет подготовка к школе. Вы, перебью вас, вы за дошкольную подготовку к школе? Однозначно. Может быть, даже не сколько конкретно за дошкольную подготовку в том ключе, как учиться, сколько за развитие ребенка. А развивать ребенка невозможно без тренировки. И мы это прекрасно знаем, потому что у наших детей есть недоразвитие с мелкой моторикой руки. Они слабо осведомлены об окружающем мире. А маленькие занятия небольшие, не часовые занятия, где сидят и вдалбливают ребенка в голову. Нет, безусловно, это игровые занятия. И по мере возможностей и способностей ребенка это учим стишки, развиваем руку, рисуем, тренируемся физически, развиваем свое тело, интеллектуально знакомим ребенка с различными понятиями. Готовим ребенка к учебе, к познанию. К учебе, к познанию, конечно. И здесь я бы хотела особо отметить на такое качество, как усидчивость. Ведь наши дети многие не усидчивые. И поэтому здесь очень важно, чтобы ребенок был и трудолюбивым. А трудолюбивым это тогда, когда ребенок может достаточно долгое время сидеть и кропотливо что-то делать. Он может собирать пазл, он может что-то делать с конструктором, он может штриховать какие-то фигуры, то есть что-то, что ему интересно. Не обязательно то, что мы хотим, чтобы он делал. Но здесь еще возникает одна проблема. Когда родитель отдает ребенка вот в такие подготовительные группы, будь то к школе непосредственно или же в какие-то подготовительные группы развития ребенка, то он все, он забывает. Он считает, что вот там профессионалы должны его научить. Сам родитель психологически к тому, что ребенок пойдет у него в первый класс, и это новый у него серьезный очень этап, он не готов. В настоящее время, конечно, родители очень передоверяют, перепоручают своих детей многим организациям. Потому что у нас есть различные развивающие группы, центры, которые готовят в детском саду. И они считают, что если вот ребенок там ходит, занимает, они денежку заплатили, и они готовы, уверены в том, что ребенок и готов. Но дело все в том, что без поддержки родителей невозможно. Ведь прежде всего, как сложится ситуация у ребенка? Мы не знаем его способности, мы не знаем его характера. Дом он ведет себя так, а в школе как сложится его ситуация? И, конечно, я бы сегодня говорила о родительской компетентности и зрелости, потому что это очень важно, чтобы родитель брал ответственность за воспитание ребенка прежде всего на себя. И когда ребенок идет в школу, он возлагает на него какие-то неоправданные надежды? Он требует того, чего-либо иногда не может. Конечно, потому что раз родитель считает, что он заплатил деньги, и, в общем-то, тот курс, который прошел ребенок, он считает, что все хорошо. И поэтому, когда он сталкивается с первыми проблемами, он не может понять, почему, потому что до этого все все хорошо. Очень часто в детском саду воспитатели, может быть, боятся сказать правду. Почему? Потому что, опять же, это будет не совсем приятно родителям. Но ведь мы должны посмотреть правде в глаза, потому что дети есть разные. Но я уверена только в одном, что, понимаете, это ваш ребенок. И прежде всего, заинтересованы в его развитии, в его успешности, это вы сами. Вот другой типаж. Ребенок отличник. Он приходит из школы и за уроки. Он встает чуть ли не в 6 утра и снова перепроверяет свое домашнее задание. Он впадает в истерики после плохой отметки. У него страх ошибки. Вот здесь ведь тоже перегибы. Конечно, перегибы. Здесь бы я сказала, что создалась модель для родителя, что его ребенок – это отличник. И поэтому, безусловно, он требует от него только отличных оценок. Но мы с вами прекрасно понимаем, что в начальной школе ситуация одна. А при переходе в средний, где разные учителя и разные требования. Поэтому ребенок растет, физиологически меняется, он вступает в переходный возраст, меняются в дружеские связи. И это тоже складывается и влияет на ребенка. Поэтому не всегда ребенок может соответствовать тем ожиданиям и удовлетворять те амбиции родителей, которые они на него возлагают. И здесь я бы хотела опять предупредить родителей о том, что, понимаете, очень важно быть вместе с ребенком, чтобы вот эта нить доверия, соприкосновения к его жизни была в руках у родителей. Потому что только так они могут помочь ребенку в его трудном школьном жизни. Вот в одном классе у одного и того же учителя, представим, ситуацию. У одних детей глазки горят с интересом, светятся, а другие только и мечтают, когда эта катарга закончится, в кавычках. Поскорее из школы убежать, поскорее забыть все, что там было до следующего утра. Ну вот не дается им учеба, вот тяжело им. И, наверное, поэтому и скучно. Вот здесь, как и родителям, и педагогам быть. Ну вот так, конечно, скажите, пожалуйста, ведь мы не все любим мясо или там только рыбу. То есть кто-то любит разные вещи, и разные фрукты, и овощи. Мы все с вами разные, все индивидуальные. Поэтому для ребенка это совершенно нормально. Мы не знаем, как сложились отношения с этим педагогом. Может быть, когда-то он неправильно что-то сказал, может, неправильно оценил ребенок, обиделся на него и не хочет. А может быть, ребенку трудно. И поэтому метод забегания, он тоже как защитная реакция организма. Здесь я бы обратила внимание родителей на поиск интересов у своего ребенка. А что вашему ребенку интересно? То есть не может быть такого, что ничего не интересно? Конечно, не может быть такого. Мы думаем, что если ребенок сходил в одну секцию, в другую, в третью, пусть он прошел 10 секций. И мы опускаем руки и думаем, что моему ребенку ничего не интересно. Вы знаете, не может быть такого, чтобы ребенка ничего не цепляло в этой жизни. А может быть, ему нравится просто гулять. И это тоже здорово. Найдите, что вашему ребенку нравится. Но мы-то говорим про учебу все-таки. Конечно, конечно. Но вы понимаете, если он будет гулять, у него будут друзья. Если у него будут друзья, он будет среди них успешен. И понимаете, иногда человек переносит зону успешности из внешкольной деятельности в школьную. Понимаете? И поэтому компенсация идет вне пределов школы. То есть найти, в чем он успешен. Конечно, однозначно. Значит, он может и в учебе быть успешен. Однозначно. И потом здесь очень важно, понимаете, в самом начале настрой родителей. Вот мне очень нравится высказывание Франсуада Ларошпуко, который сказал, нигде не найти покоя тому, кто не нашел его в самом себе. Поэтому прежде всего родители должны быть спокойны и уверены в себе. И это спокойствие и уверенность в себе передается детям. И если из них будут любить ребенка таким, какой он есть, ну вот он может не очень успешен. Может быть, он не получает чтение математика, но он добрый, веселый, подвижный. И понимаете, как любой фрукт, ребенок созревает. Один зреет к первому классу, другой к пятому, а третий на выходе. Одиннадцатого класса он дает хорошие результаты. Всему свое время. Не надо торопиться. Вот сейчас поговорим о тех переходных периодах, которые возникают в школьной жизни. Это у нас после начальных классов ребенок. Да, это первый класс, когда ребенок идет в школу. Потом это пятый класс, когда ребенок переходит в среднее звено. И это десятый класс, когда ребенок переходит уже в основную ступень. Заканчивает и идет на одиннадцатый класс. Здесь тоже надо быть готовым. Ну, про первый класс мы поговорили. Вот дальше. Здесь тоже есть разные особенности. Но мне бы хотелось немножко обобщить. Все-таки начать с того, что это новая ситуация для ребенка. А ситуация новизны, она характеризуется тем, что можно воспитать те полезные привычки, которые нам необходимы. И вот здесь очень важно обратить родителям на те действия, которые они хотят. И подкреплять их, похваливать, ободрять. То есть, например, если первый класс, то уже в первом классе ребенок должен собирать свой портфель, складывать вещи, мыть посуду, прибирать за собой. И, конечно же, в начальной школе мы сидим и готовим с детьми уроки. И если это пятый класс, то здесь ситуация вновь возникает. Если мы не научили ребенка складывать портфель и убирать за собой в первом классе, у нас такая ситуация возникает в пятом. Мы можем вновь потребовать с него убирать свое рабочее место, собирать портфель и опять на новом витке. Но если десятый класс, то у нас тоже самая новая ситуация. И опять возникают те же проблемы. Могут быть проблемы с учителями, с детьми, потому что возраст юности, новый статус. Опять же оценивание, где ребенок не всегда готов к тому. Он привык к тому, что было в девятом классе, а десятый класс другая пора. И здесь, конечно, к школьникам предъявляются совсем другие требования. Учителя уже видят в них зрелых людей, которые специально пошли в десятый, одиннадцатый класс, потому что они планируют поступление в ВУЗ. То есть они профессионально самоопределились. И поэтому здесь, конечно, детям трудно еще и потому, что они закончили экзамен, у них сложный период, они многих хочется отдохнуть. Десятый класс в исследованиях психологов считается мотивационная яма. То есть дети немножко отдыхают, они устали. Но с другой стороны, расслабляться нельзя, потому что впереди у нас ЕГЭ. И, конечно, некоторые предметы надо уже начинать готовить с десятого класса. Мы вот сейчас больше говорим с вами в основном о стрессе из-за учебных нагрузок. Но в школе ведь еще... школа это ведь еще и модель общества. И возникают очень разные сложные взаимоотношения и со сверстниками, и с учителями. Психологические проблемы. Ребенок замыкается. Вот здесь вот как отследить эту ситуацию? Я все время родителям говорю, и сегодня уже говорила, что надо держать недоверие. С нашим ребенком надо все время держать недоверие. Надо разговаривать, надо быть сопричастным к его переживаниям. Ну, а вот, конечно, возникают проблемы, потому что никто и нас не учит быть родителями, а детей никто не учит. Как правильно общаться, как отвечать на обиды, как выходить из конфликтов. И здесь на разных этих возрастах как раз и роль родителя научить ребенка. Но понятно, что в первом классе это один выход. То есть обижаться, конечно, каждый человек может иметь чувства. И взрослые, и дети, мы все имеем чувства. И это нормально. Другое дело, что иногда негативные чувства, они не являются нашим плохим отношением друг к другу. Просто человек или гневается, или разозлился. Мы не знаем, что произошло. Поэтому надо быть очень терпимым и уважать другого человека. Именно в уважении я вижу решение проблем. Если мы будем уважать своего ребенка, если мы будем уважать учителя, который учит нашего ребенка, и когда ребенок идет в школу, учитель в начальной школе является для него непререкаемым авторитетом. Я все время говорю своим родителям, никогда не обсуждайте действия учителя в присутствии детей, потому что вы влияете на интерес к школе. Ребенок только услышал, что вы осуждаете педагога, он никогда не будет учиться у этого учителя, потому что вы не считаете его важным. Поэтому здесь, конечно, уважение в основе всего. Рабочий день школьника, наверное, это уже для всех не секрет, не каждый взрослый выдержит. Вместе с подготовкой домашних заданий он длится от 10 до 16 часов. Ну, по-разному. Ну, в среднем где-то. И лишь 10% детей заканчивают школу здоровыми. Это ведь тоже проблема большая, в том числе психологическая. Я уж не говорю о трагических случаях, когда вот это перенапряжение ребенка зашкаливает, следуют неврозы, срывы. Тут уже надо обращаться действительно за консультацией к врачу, да? Конечно, за консультацией надо обращаться к врачу обязательно, если родитель уже не может справиться. Но здесь я бы обратила внимание на две вещи, которые всегда сигнализируют родителю. Первое – это поведение ребенка, которое резко меняется. И второе – это настроение ребенка. Если вы будете все время контролировать, да, то есть вы будете все время поддерживать и быть внимательным и на чеку, что-то меняется. Почему? Пообговорить с ребенком, обсудить, дать варианты выхода, да, помочь, поддержать, принять то, что, может, на сегодняшний день он не справился с этим, помочь. Ведь мы все совершаем ошибки в жизни. Ведь самое главное, чтобы этих ошибок избежать в будущем. А для этого нужно безусловное принятие и любовь. Бич, компьютер. Ну, компьютер – это очень сложно, да. Я понимаю, что здесь… Вот я бы посоветовала все-таки присутствовать, прислужиться к специалистам. Не больше часа буквально двух в среднем возрасте, да. 10-20 минут – это в начальном звене, потому что это очень… Возникает большая зависимость. И здесь надо вот эту пограничную зону очень-очень держать на контроле, может быть. И контроль этот должен быть вот как раз при переходе в среднее звено. И здесь опять у нас возникает ситуация, что мы должны искать интерес, кроме компьютера. Это живые секции, живое общение, и это друзья. Загружать ребенка? Конечно. Но загружать не систематическим трудом, да, а загружать тем, чтобы он развивался. Развитие, может быть, это было бы спортивной секции, да, чтобы как-то энергия у нас уходила, ребенок расслаблялся. Это могут быть из-за студии, это могут быть пения, это могут быть танцы. То есть то, чтобы человек развивался гармонично, то есть именно с культурной точки зрения. А кто проявляет инициативу больше, когда обращаются к психологу, это дети сами в школе к вам бегут, или родители, или педагоги? Вы знаете, нет однозначного ответа, потому что все бывает по-разному. Раньше, конечно, приходили бывшие педагоги. Сейчас приходят и родители, и дети, и дети взрослого состояния, то есть 11-классники, 10-й класс обращаются за помощью, потому что они знают, что здесь их поддержат, здесь их примут, и они не могут быть поняты, приняты и поддержаны. Это очень важно. Ваша школа уже чуть ли не исключение в школе, которая держит педагога. Вот уже долгие годы вы работаете в своей школе. Ставки педагогов, психологов сокращаются. Вот это ведь проблема? Да, это тоже проблема, потому что молодые специалисты, которые приходят, они приходят на достаточно низкую заработную плату и низкий уровень категории. И мне, конечно, здесь очень жаль, потому что проблемы у наших детей становятся все больше и больше. В центре Леда, вот я была буквально на днях, очередь 40 человек на консультирование, и это летом. То есть, действительно, проблематика очень достаточно широкая, много, и, конечно, психологические знания очень нужны, и специалисты очень нужны. В школах именно, да, чтобы можно было по каждому животрепещущей теме прийти к социалисту. Наши родители так загружены, они так много работают, что иногда даже ее обнять ребенка, вот так в ситуации, обидели его. Куда он бежит? Бежит к психологу, бежит, и вот я хочу. Конечно, обнимаешь и как-то гладишь по головке, и глядишь, уже глаза блестят, и уже как-то слезы высохли. И, в общем-то, а ребенок, если он понял, что он здесь принятый, и его любят, то, в общем-то, он стремится получить это снова. А с какими проблемами чаще всего обращаются? Чаще всего обращаются... Ну, вот в этом году к вам. Ну, в этом году ко мне чаще всего обращались, во-первых, конечно, дети, даже при поступлении в школу, даже если они прошли курсы, они все равно не всегда освоивают программу. То есть это проблема адаптации к школе. Трудно складываются. Это проблема взаимоотношений между учениками. Как ни странно, это проблема между мальчиками и девочками, их взаимодействие, потому что, к сожалению, мы мало внимания обращаем на взаимодействие и именно на дружеские отношения. Как дружить с девочкой, как дружить с мальчиком, да, как выяснять? Ну, к сожалению, у нас сейчас идет в основном единственные дети в семье, которые требуют к себе только особого внимания, вот, и поэтому здесь очень часто ребенок не может сотрудничать, а школа — это территория сотрудничества. Оль, а может быть, вообще, вот, перейти на домашнее обучение и не страдать от перегибов общей образовательной школы? Как вы считаете? Я считаю, что это ужас. Ужас и ужас, потому что человек — это существо социальное, он не может без других людей. Это во-первых. Во-вторых, когда человек общается, ведь еще Саади сказала, погода человек молчит, неведом дар его, талант его сокрыт. Поэтому здесь, когда человек общается, он находит в общении много эмоций, много, понимаете, вот, сопричастности и по интересам, и увлечениям. И, мне кажется, общение — это любовь, когда тебя любят и приятно общаться, когда у тебя много друзей, ты не один, у тебя не будет таких проблем, потому что ты знаешь, что тебя примут и поймут. Вопрос, с которого мы начали. Так можно защитить ребенка от стресса? Можно защитить ребенка, и нужно, если мы будем все время держать руку на пульсе роста нашего ребенка, если мы будем все время с ним вместе. Это во-первых. Ну и во-вторых, вы знаете, есть такая басня «Лебедь, рак и щука», когда все в равности. Моя позиция однозначная. Мы не должны, мы должны быть вместе, потому что и педагоги, и родители, и ребенок заинтересованы в одном — в росте, в учебе, во взрослении, ну и, наверное, в выходе в жизни самостоятельным, уверенным и общительным. И педагоги очень рады, когда у ребенка получается. И они готовы помочь, но они тоже не могут в одиночку. Поэтому я за компетентных родителей, за то, чтобы мы делали сообща. И три коротких вопроса в конце программы. Чем вам, что вам лично помогает выходить из стресса? Да, работа тяжелая, много приходится заниматься с детьми, проблемы сложные. Мне помогает путешествие. Я очень много путешествую. Это во-первых. Во-вторых, смена впечатлений. Да, смена впечатлений. Потом есть места, где я очень люблю бывать. Например, Голубина, пещера, где я бываю, где я ввожу педагогов в крыльеведческие экспедиции. И мы там, в общем-то, имеем возможность расслабиться и насладиться северной природой. Потом я занимаюсь различными практиками. Например, цигун, джунь-юанц. Цигун, который помогает мне расслабиться, набрать энергии и как-то, может быть, почувствовать себя немножко более спокойно, более уверенно. С кем психологу работается тяжелее? С учениками или с педагогами? Мне кажется, с педагогами. Потому что педагог – это уже зрелая личность. У него уже есть свое мнение, свои ценности. И поэтому как-то изменить их невозможно. Можно, конечно, как-то расширить его уровень сознания, как-то повлиять. И то, если он поймет, что это ему надо. А с ребенком легче, потому что он понимает, что если ты ему подскажешь, и этот совет работает, то он понимает, что это опыт, и это здорово. А вот здесь, конечно, супер. Работа школьного психолога вам приносит удовлетворение? Да, она приносит мне удовлетворение, потому что я люблю свою работу. И последнее. Дайте простые, такие доступные советы, как выйти человеку из стрессовой ситуации. Прежде всего, на каждый день надо настраиваться. Я бы хотела дать очень простой, но очень эффективный настрой. Он звучит так. Здравствуй, день мой певучий. Ты на быстром коне, пробираясь сквозь тучи, вновь примчался ко мне. Это надо произносить про себя с утра. Можно вслух, можно про себя, можно во время работы. То есть это не важно. Главное, что когда ты выходишь и вообще просто прочитаешь его, ты понимаешь, что душа твоя раскрывается навстречу новому, известному, и, наверное, положительному. И, наверное, точно. А есть ли какие-то упражнения особые? Да, мне очень нравятся упражнения, которые называются лобно-затылочный захват. Есть такая наука кинезиологии о мышечном движении. Ведь когда человек в стрессе, у него тело сковывается, и поэтому очень часто мы напряжены. Любая проблема, которая вас тревожит, можно сделать следующее. Лобно-затылочный захват выполняется следующим образом. Значит, берутся, охватывается лоб двумя руками, закрываются глаза, и представляется та проблема, которая есть у вас. Ну, любая. Вы ее представили. Затем сделали глубокий вдох, выдох, руки опускаются. Это первая часть упражнения. Вторая часть упражнения. Опять делается лобно-затылочный захват, и вы представляете то, как бы вы хотели, чтобы ваша проблема была решена. Представляете. Делаете опять глубокий вдох, выдох, и руки опускаются. Попробуйте. Очень эффективное упражнение для решения любых проблем, которые связаны либо с взаимоотношениями людьми, либо вот какая-то стрессовая ситуация. Ну, просто что-то даже бывает, настроение не очень хорошее. Попробуйте, и все у вас пройдет. Как учиться без стресса, выясняли мы сегодня со школьным психологом, победителем областного конкурса «Учитель года» Ольгой Тильман. Древний поэт Морали Саади говорил, ученик, который учится без желания, это птица без крыльев. Не дадим проблемам обрезать крылья нашим детям. Вот такие дела. До встречи.